Сколько бы человек не совершенствовал свои навыки, умения и знания, природа всё равно остаётся самым искусным, талантливым и изобретательным мастером. И поэтому всегда найдёт, чем удивить человека. Зачастую мы удивляемся разным животным потому, что не встречаем их в повседневной жизни. Но, как известно, то, что для одного является поразительным, для другого может быть самым обычным. Как бы мы ни играли словами, всё это не отменяет и не уменьшает уникальности каждого живого существа. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из самых необычных животных. Пчёлы-кукушки – это пчёлы, которые откладывают яйца в гнёстах других пчёл. Познакомьтесь, неоновая пчела-кукушка. Обитает в центральных и восточных районах Австралии, в Новой Гвинеи и Юго-Восточной Азии. Это крупная, чёрно-голубая с металлическим блеском пчела, покрытая короткими блестящими волосками. Не имеет аппарата для сбора пыльцы, медлительно и лениво. Подкидывает своё потомство заботливым соседкам, полосатым амигилам. Личинки пчелы-паразита поедают запасы еды и покидают чужое гнездо. А личинки амигилы без пищи погибают. Саблезубые мурены – одни из самых агрессивных и опасных хищников, даже среди своих сородичей. Они обитают в восточной части Атлантического океана, у Канарских и Азорских островов, у острова Святой Елены и у берегов Мадейры. Саблезубых мурен ещё называют тигровыми, из-за чёрных полос на теле. Безжалостная хищница вырастает в длину до 120 см. В светлую часть суток они прячутся в узких расчелинах скал и коралловых мифов. На охоту выходят с наступлением темноты. Особенностью этих мурен являются острые прозрачные зубы длиной до 3 см, составляющих первую пару челюстей. Вторая пара состоит из коротких тупых зубов. У грозного хищника есть отличные соседи – креветки-чистильщики, которые без проблем сохраняют в чистоте зубы соблезубых мурен. Драконоголовая фонарница – это насекомое отряда полужесткокрылая, обитающее в тропиках Центральной Америки. На её голове есть несколько наростов необычной формы, которые внешне напоминают голову сказочного дракона. Для насекомого это приспособление нужно, чтобы сделать углубление в коре деревьев, куда будут отложены яйца, а также для добычи сока из жестких листьев тропических растений. Вопреки существующей легенде среди местного населения, голова драконоголовая фонарница не светится. На спинке небольшого паучка-крестовика Аронеус Митификус природа создала смешную мордочку с глазами и пышными усами, которая очень похожа на логотип компании чипсов Принглс. Обитает паучок от Пакистана и Индии до Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Размеры от 5 до 9 мм. Во время охоты паучки прячутся в секретном месте, свернутом листочке, выстеленном изнутри и запечатанном по краям паутиной, от которого к ловчьей сети протянута сигнальная нить. По ее вибрациям Аронеус Митификус понимает, что кушать подано. Лопотоносая квакша названа по форме своего носа, напоминающего маленькую лопатку. Живут в сухих тропических лесах Мексики, поближе к пресным водоемам. Лопотоносые квакши обладают бинокулярным зрением, а благодаря вязкой слизи на подошвах, отлично держатся на вертикальных поверхностях. Любители держат их как домашних животных. Резиновая змея относится к семейству ложноногих, отряда чешуйчатых. Ведет скрытый образ жизни. Резиновая змея является долгожителем, в благоприятных условиях может прожить 30 лет. В длину вырастает до 60 сантиметров. Живет в хвойных лесах и лугах на западе США и Канады. Любит разорять норы грызунов. Резиновые змеи никогда не делают попыток укусить, даже защищаясь. При опасности сворачиваются в плотный шар. Чтобы отпугнуть обидчика, иногда выделяют вонючую жидкость. Если взять резиновую змею рукой, она аккуратно бовьется вокруг руки и провисит в таком положении, пока не надоест. Они могут плавать, подняв голову высоко вверх. Этого красивого паука называют зеркальным, так как его брюшко покрыто веществом гуанином, способным отражать свет. Поэтому кажется, будто брюшко паука покрыто зеркальными пластинами. Причем их размер зависит от эмоционального состояния животного. Также на брюшке можно увидеть красочные пятна других форм. Зеркальные пауки до сих пор малоизучены. Кистиухие свиньи обитают в Западной и Центральной Африке, избегая очень засушливых мест. Эти животные вырастают в длину до полутора метров, высота в холке до 80 сантиметров, вес до 120 килограмм. Кистиухая свинья имеет не слишком симпатичный, хоть и нарядный вид. Красновато-коричневая шерсть с белой полоской вдоль спины и длинные кисточки на ушах. На вытянутой черной морде длинные бакенбарды, короткие острые клыки и кисточка на хвосте. В деревнях Восточной Африки этих животных изредка содержат как домашних животных. Паук-циклокосме или паук-печать считается самым древним арахнидом на Земле. По данным палеонтологов, его предки появились на планете около 100 миллионов лет назад. Обитают эти пауки на юге США, во Флориде, Луизиане и Алабаме. Брюшко-циклокосме резко заканчивается твердой плоской поверхностью в форме диска, на котором расположен некий узор. Свой диск паук использует в качестве одного из способов защиты в случаях опасности. Во время угрозы циклокосме уползает в норку головой вперед и диском закрывает вход в убежище. Звездчатая черепаха Звездчатая черепаха – это сухопутная черепаха длиной 15-25 см. Обитает в сухих, поросших густым кустарникам в лесах Индии, Шри-Ланке и Пакистана. Своё название черепаха получила благодаря рисунку в форме желтой многолучевой звезды на каждом щитке панциря, кроме краевых. Питается Звездчатая черепаха упавшими плодами, травой, цветами, но при случае может съесть и пищу животного происхождения. Из-за очень красивого выпуклого панциря Звездчатая черепаха популярна среди террариумистов. Самые известные и необычные бабочки из рода Креатонотос – это Креатонотос трансиенс и Креатонотос гангис. Они встречаются в Юго-Восточной Азии, Австралии и Африке. Внешне бабочки ничем не примечательны, хотя имеют яркие брюшки. А секрет их заключается в том, что самцы имеют очень необычные органы – карематы, две крупные разветвленные трубки, покрытые волосками. Появляются карематы в врачный период и помогают привлекать самок, выделяя огромное количество феромонов. Самец при этом еще и активно машет крылышками. Размер и эффективность карематов зависят от количества съеденных на стадии гусениц и ядовитых листьев растений, содержащий органический токсин пиролизидин, который способствует развитию крупных желез, увеличивающих сексуальную привлекательность самца. Трубкорыл орликин – это ближайший родственник морских коньков. Обитают они среди морских лилий, водорослей и ветвей черных кораллов, в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Используя мимикрию, трубкорыл легко сливается со своим окружением, поэтому его еще называют «рыбопризрак». Плавают орликины исключительно вниз головой. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!